Новый год уже идёт, заходит в лифт, этаж свой жмёт. Не жди звонка, открой теперь. Не жди звонка, открой теперь. Какая же рифма? Не жди звонка, открой теперь. Не то он сам сломает дверь. О, не то, спасибо. Не то он сам сломает дверь. Ай да кобездох, ай да молодец. Здравствуйте, это вы звонили по поводу рекламного ролика? Я, 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 присаживайтесь. Спасибо большое. Сломает дверь, ай какой же кобездох, молодец. Чего же? Не может быть. Глазам своим не верю. Корреспондент Ивану? Господин, кабыздох. Я? Иван Гапанасович? Мы. Вот уж не чаял ещё раз увидеться. Выжил таки. А я ж думал, что после того новогоднего аншлага, когда вы под комбайн кинулись, мы уже и не увидимся с вами. Ну вот. Сит и даун. О, блин. Спасибо. Ну, как вы? Где пропадали? Ну, как вам сказать? Год реанимации. О, прекрасно. Потом два года психушки. Потом три года. Ай, и кайф. Вот, а сейчас ничего. Спасибо, уже даже по ночам не кричу, когда вы мне снитесь. А, когда вы мне снитесь. А, когда вы мне снитесь. Ну, слава Богу, что ничего серьёзного. Слава Богу. Ну что, за работу? Да, конечно, за работу. Боже, спасибо, что хранили меня. Может, вам ручечка нужна? Ну, пригодится. Хорошо, спасибо. Вы, наверное, и не знаете, но работа превратила обезьянов у человека. Жалко, что не всех. Да, это точно. Да. Текст помните? Текст помните? Вы, вы не волнуйтесь. У меня тут терабайт памяти. Так что всё нормально. Хорошо. Ну, сейчас же микрофонов нет уже, да? То есть, попугаться нечего, да? Тоже снился мне микрофон, снился. Ну да. Бывало, да. Начали, да? Да. Итак, как во время кризиса сэкономить на продуктах питания? Ага. На этот животрепещущий вопрос нам ответит известный кроликовод Иван Апанасович Кобыздов. Простите, можно попросить называть меня не кроликовод, а кроликозаводчик? Ну так солидный. Ну, за ваши деньги хоть лидером мирового кролитариата. Отлично. Так, сейчас. Значит, кроликозаводчик. Угу. Значит, известный кроликозаводчик Иван Апанасович Кобыздов. Простите, а можно попросить называть меня неизвестный, а лидер мирового рынка? Ну так солидный. Послушайте, а вы мировой рынок с колхозным не перепутали? А чего? Чего? Мое село называется Мировое. Я там эксклюзивный этот самый кроликозаводчик. Значит, я есть лидер мирового, значит, так сказать, кроликозаводческого движения. Хорошо. Так, ладно. Значит, лидер мирового рынка, кроликозаводчик Иван Апанасович Кобыздов считает, что надо разводить кроликов. Рэббитцов. Кого? Рэббитцов. Ну, это кролики только по-английски. Ну, так солиднее. Вы знаете, я до сих пор не могу понять, ну, почему в этом слове два Б? Ну, ЕБ одно и хватит, правильно? Вы знаете, я сейчас как раз студирую английский язык слышителем. Так не поверите, он после каждого урока мокрый от меня до трусов. Ну, чё ж не поверю. Я так отраз и поверю. А зачем вам английский? Вы что, там внешний рынок собираетесь выходить? Ну, подождите, я сейчас по седьмому айфону отвечу. Шесть до этого предыдущих потерял. Кстати, мне звонит один фермер из Австралии. Алло! How you do you do? Thank you very much! Bye-bye! Хочет со мной создать одну ферму, чтобы разводить кроликов. Совместную. Австралу значит кабыздохскую ферму. Очень солидно, серьёзно. Друзья, а зачем в Австралии ваши кролики? Так в том-то и дело, понимаете? Я ему предложил, чтобы скрестить наших кроликов с ихним и кенгуру. Я даже уже опыт провёл у себя на ферме, да. И что, удачно? Пока что не очень. Дело в том, что их кенгуриха не захотела нашего кролика. Не захотела. Так, кроликозаводчик Иван Апанасович Кабыздох. Подожди, выключи. Ну? Я только что придумал гениальный маркетинговый ход. А что если вы меня будете называть не Иван Кабыздох, а Иван Скончаловский? Так солиднее. Так это много, ну, прикиньте сами. Ну, кроники от этого, от Кабыздоха, ну, это так просто жизнь. А вот Рэббицы от Скончаловского, это уже совершенно другое кино. Так, хорошо. Давайте сначала. Да, давайте. Давайте сначала. Значит так, как во время кризиса сэкономить на продуктах питания? Лидер мирового... Да и районного. Лидер мирового и районного рынков, кроликозаводчик Иван Апанасович Скончаловский, это я, считает, что для этого надо разводить рэббитсов. Необходимо. А почему? А потому что рэббитсы – это не только ценный метод, но и три, фор киллаз диетического, легко усвояемого мяса. Так, что такое? Иван Апанасович, что такое? Вы опять за свое? Я сейчас опять под комбайн брошусь, только на этот раз вместе с вами. А что такое? Да я вам с 90-го года повторяю, что нет такого слова усвояемого. Есть слово усва-ива-имого. Я вижу, битому не имется. Значит так, я плачу деньги за рекламу, и мне лучше знать, какие слова бывают, а какие не бывают. Пишем дальше. Так, во время кризиса, как аномит на продуктах питания. Молодец. Отвечает лидер мирового и районного рынков, кроликозаводчик Айван Апанасович Анчеловский. Эксперт. Лидер мирового и районного рынков, кроликозаводчик Айван Апанасович Анчеловский считает, что для этого каждому создательному гражданину нужно разводить кроликов. То есть Рэббитсов. Скажите, а где нужно купить ваших Рэббитсов, мистер Скантеловский? Так, иди, иди. На шанхайской бирже. Но нужно следить за килопунктами. Если срочно, если срочно, то можно позвонить по телефону 355-5-5-3-5. Айд, повторяю, 355-5-5-5-3-5. Что там у нас записали? Что мы-то записали, но есть неувязочка одна. Какая неувязочка? Вы заплатили за минуту рекламу? Да. А получилось две? Придется доплатить. Сколько? Вот столько. Сколько? Живите за каких-то худосочных кроликов? Ну, во-первых, не за кроликов, а за Рэббитсов. А во-вторых, с лидером мирового рынка, как бы, неудобно брать меньше. Это усвояемого, сэр Акачуринский эсквайер. Вы, извините, но моя Рэббит, то, значит, так сказать, фирма, такой, не потянет, так сказать, бюджет, не потянет. Будем сокращать. Вы знаете, я этих Рэббитсов, чтобы они повыстыхивали за такие деньги, сейчас до ушей обрежу. А ну, что там у нас? Что у нас? Как во время кризиса... Сокращаем. Значит, пишем, как пожрать подешевле. Мы не можем в рекламе использовать слово пожрать. Хорошо, что там дальше? Дальше, 3-4 килограмма. Значит так, пишите 5 тонн, так короче. Но где вы видели кроликов по 5 тонн? Да, я еще не видел. Но у меня есть мечта скрестить кроликов с их слонами. Что там у нас получилось? Да билиберда какая-то получилась. Да никакая не билиберда, все правильно. Конечно, правильно. Давайте, включайте, пишем. Это не только ценный метр, но и 3-4 тонны диетического леков. У-С-В-И-В-И-М-О-Г-О-Ф-У-С-А-ЛА! Нет! Где тут комбайны для свободы журналистов? Ребята, прячься комбайны!